Из 60 обращений только одно обоснованное. Сегодня в управлении ЖКХ в очередной раз рассказали о том, как действовать в случае, если в квартире холодно. На улице потеплело, но жалоб меньше не стало. Параметры теплоснабжения не снижаются, заверяет начальник отдела теплоэнергетики у ЖКХ Артем Порежев. По данным мониторинга, показатели в норме. По закону, в жилом помещении допустимой считается температура воздуха от 18 до 25 градусов. Если в квартире прохладнее, то следует обратиться в свою управляющую компанию. Если обслуживающая организация бездействует, поможет жилищный надзор. Как показывают многочисленные проверки, зачастую в температурный режим у квартиры горожан соответствуют установленным законодательством нормам. Одно обращение было действительно на несоответствие параметрам. Все оставшиеся обращения были необоснованы, были связаны. Где-то там подбился вентиль, где-то необходимо было провести промывку. Система отопления была завоздушена. Система отопления и управляющие компании оперативно провели мероприятие по устранению данных нарушений. Открой свое дело. Сегодня в Норильске прошел единый день самозанятости. За круглым столом собрались действующие потенциальные предприниматели, представители муниципалитета, пенсионного фонда и налоговой. О подводных камнях будущего ИП расскажет Александра Молодцова. Работать по найму или открыть свое дело? Сегодня все больше людей делают выбор в пользу именно второго варианта. Как раз такие пришли сегодня в центр занятости на круглый стол, посвященный индивидуальному предпринимательству. Кирилл Цай занимается изготовлением видеороликов. Он снял рекламу по заказу многих норильских организаций. Своё дело удалось открыть только со второго раза. Кирилл делится в индивидуальном предпринимательстве. Есть много подводных камней. Первое, на что бы вам, наверное, стоило обратить внимание, это на маркетинговые исследования, в самом начале открытия своего бизнеса. Потому что, ну, важно понять для себя, есть ли вообще деньги там, где вы пытаетесь их заработать. То есть, может быть, их уже нет, может быть, уже все эти деньги поделены между конкурентами рынка. И имеет смысл посмотреть какую-то другую сторону. Надежда Гонтаренко так и сделала. Сейчас она тренер по йоге, а начиналось всё как хобби. Будущим предпринимателям Надежда советует не бросаться в омут с головой, особенно если нет опыта. Устройтесь, найдите место, где вы сможете в этом бизнесе поработать, увидеть его изнутри. Что там происходит на самом деле. Потому что картинка всегда очень радужная. Вся такая замечательная. А по факту происходит не всё так красиво и не всё так однозначно. А уж с современным разнообразием различных программ поддержки предпринимателей открыть своё дело ещё проще, продолжает Надежда. В Красноярском крае, например, действуют двухлетние налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. А в Норильске работает Центр поддержки предпринимателей. Кроме обучающих мероприятий и консультаций предлагают финансовую поддержку. Есть шесть видов субсидий. Суммы разные в зависимости от того, какую вы хотите получить поддержку, по какому мероприятию. Самая максимальная сумма – один миллион рублей – это компенсация за затраты на авансовый лизинговый платёж. И минимальная сумма – это 80 тысяч рублей. Это у нас ярмарки. Не враг, а друг. На начальной стадии налоговый инспектор может стать для индивидуального предпринимателя неоценимым помощником. Причём бесплатно. Первое, с чем сталкивается каждый мечтающий открыть своё дело – с выбором системы налогообложения. Для предпринимателей есть специальные режимы. Есть у нас патентная система. Причём на сайте налоговой службы есть сервис новый. Рассчитать патент. Очень удобно. Есть система ЕНВД. Тоже налоговым кодексом определены виды деятельности. Законодательными органами Красноярского края определены коэффициенты по ЕНВД. Тоже самостоятельно можно это рассчитать. Система налогообложения упрощённая. Здесь нет ограничений по видам деятельности. То есть вы, рассмотрев все вот эти, подпадаете ли вы в какую, можете как-то определиться для себя, минимизировать свои расходы в части уплаты налогов. Помогают открыть своё дело и в Норильском центре занятости. Единовременная матпомощь в размере 170 тысяч рублей. Программа поддержки предпринимателей действует уже 10 лет. За это время у нас открылось, предпринимательством занялося 60 безработных граждан. По тем или иным причинам 15 человек прекратили свою деятельность. От предпринимателя требуется соблюдать действующее законодательство. В частности, платить фиксированный страховой взнос. В 2019 году это около 39 тысяч рублей. Нанял сотрудников, обязанностей прибавляется. Доходит до смешного, рассказывает в центре занятости. В несколько торговых точек, никто не оформлен на этих торговых точках в качестве работников. Не платится в пенсионный фонд. Начинают рассказывать какие-то истории. Там у меня папа, там мама работает, там жена. И начинается объяснение, что всё равно вы обязаны оформлять, обязаны платить. ИП – дело рискованное. И не каждому оно по силам. Но люди, которые прошли путь от идеи до её воплощения, подали первую отчётность и не перегорели, говорят, игра стоит свеч. Александр Молодцов, Андрей Казак, Вести Норильск. Действующие предприниматели могут задать свои вопросы главе города и председателю горсоветов в понедельник в библиотеке на Ленинском, 20-я. Живой диалог начнётся в 18 часов. И к другим темам. Расписание скорректировано. Специалисты проанализировали навигационные данные фактического движения автобусов 12-го и 2-го маршрутов. Оказалось, что в часы пика, это с 8 до 9 утра, с 17 до 19 часов вечера, муниципальный транспорт опаздывает на 2-5 минут. Объяснение простое. На объезд ремонтируемого участка дороги по улице Октябрьской нужно время. Отсюда и задержки. Чтобы пассажиры не мёрзли, расписание скорректировали. Обновлённый график движений размещен на официальном сайте НППАТ и администрации города. С понедельника изменится время появления на остановочных пунктах автобусов 12-го маршрута. Через неделю двойки. Аналогичная работа пройдена также по маршруту номер 2. Уже также размещена она на официальном сайте НППАТ. И будет введено с 1 апреля, это также в пиковое время. То есть это незначительное изменение времени отправления. То есть на 2-5 минут. У обманутых держателей векселя ФТК появилась надежда. Красноярский суд встал на сторону пенсионера, который по вине банка лишился миллиона рублей. 80-летний инвалид второй группы стал одним из тех, кому Азиатско-Тихоокеанский банк вместо вклада предложил, как оказалось, липовый вексель. Когда мужчина пришёл в АТБ за своими деньгами, ему указали на дверь ввиду неплатежеспособности посредника у ФТК. Тогда пенсионер отправился в прокуратуру. Там пришли к выводу, клиента обманули. Суд согласился. В итоге договор купли-продажи признали недействительным. Деньги должен вернуть АТБ. Таймыргаз канул в лету, точнее влился в Норильсгазпром. Для чего это было сделано и что с людьми, выяснял Михаил Чечелев. Эксплуатацией Пеляткинского месторождения с 2002 года занимался Норильсгазпром, строительством Таймыргаз. И сотрудники перешли из одной компании в другую. Теперь управление в одних руках. Вся технологическая цепочка по добыче и подготовке газоконденсата также под единым началом. И теперь у нас предприятия остались два актива. Это одно Норильсгазпром, в котором находятся владения все четыре месторождения Северо-Солюзинска и Южно-Солюзинска Месояха. И Пелятка сейчас очень большое и перспективное тоже находится во владении Норильсгазпрома. И второй газотранспортный актив – это Норильстрансгаз, в котором находится вся газотранспортная система, по которой газ доставляется сюда на территорию. Объединение двух предприятий позволяет исключить дублирование функций в управлении, вести единый учет объемов добычи газа, сформировать единый центр управления проектами ремонтов и реконструкции на промыслах, снизить управленческие расходы и уменьшить объем документа оборота. На снабжении газом Норильского промрайона слияние предприятий не отразилось. Специалисты, работавшие на строительстве Пеляткинского месторождения, практически стопроцентным составом перешли в Норильскгазпром. За небольшим исключением, который также часть захотела уже уволиться по собственным желаниям, но уже в силу разных причин кто-то просто ждал, что этого момента уехать дальше на материк, кто-то уже по своему возрасту не захотел работать. Ну и, по-моему, там небольшое количество, которые уволились по соглашению сторон. Ну тоже им уже, может, разные причины и планы были другие. И поэтому основных мы, конечно, забрали себе. За 2018 год НПР потребил чуть более 3 миллиардов кубических метров газа. Такой же объем запланирован на 2019 год. За последние 5-6 лет цифра уменьшилась на полмиллиона, так как Норникель следует курсу экономии. Предприятие готово поставить дополнительные ресурсы, если Норникель будет вводить новые мощности. С учетом пробуренных на Пелятке 12 скважин газа, Норильскому промрайону хватит до 2030 года. Его доставкой до НПР по-прежнему занимается Норильск Трансгаз. Как продать северное сияние, причем дорого? Этому норильчан научил специалист по построению локальных и территориальных брендов Роман Золин. По словам опытного маркетолога, город – это продукт, который нужно продвигать. Но главное – быть на рынке не лучшим, а уникальным. Жителям материка, говорит Роман Золин, крайний север представляется далеким, холодным и недоступным местом. И здесь важно показать его во всей красе, так, чтобы туристам захотелось в этом убедиться. Уникальность севера кроется в его суровой красоте и природных явлениях. В Финляндии, например, маркетологи давно раскрутили и успешно пользуются своей территориальной принадлежностью. Ведь чего стоит только сказочное путешествие в Лапландию. Но важно не повторяться, ведь сегодня в мире много клонов. А городской бренд можно сделать из всего, даже из рядовой управляющей компании. Мы купили компанию, управляющую, которой задача была через определенный период времени, через три года, сделать определенный объем. Вот у нас было 14 квартирных домов, 37 тысяч квадратных метров. Через год, благодаря вот этой технологии, у нас был миллион сто квадратных метров, 250 домов, оборотов почти миллиард. И куча всяких разных бизнесов, которые были оптимизированы, выстроены и отдана эта компания обратно. Страна Манмартра в Норильске. В городском музее пройдет трехдневный фестиваль французской культуры. Норильчан познакомят с обычаями страны, которая подарила миру кинематограф, круассаны, маленькое черное платье, воздушные шары и изысканную парфюмерию. Ее культура считается одной из старейших. В рамках фестиваля норильчане смогут познакомиться с творчеством французских фотографов, режиссеров и художников, а также современным искусством бунтарей, стрит-артом. Фестиваль откроется 27 марта в 18 часов на Ленинском 14 в программе выставки, кинопоказы, лекции, мастер-классы. А в ближайшее воскресенье норильчан ждет кинопоказ, посвященный юбилею Красноярского края. В этом году региону, занимающему 14% территории России, исполняется 85. В видеозале на втором этаже Родины с интервалом в час покажут сразу три документальные ленты из фонда «Енисей кино». Заповедные столбы, танцуй свою жизнь, крылья ворота Крайнего Севера. Первый фильм начнется в 13.00, вход по пригласительным. Их можно получить в кассе за 20 минут до начала сеанса. 67% контрактов на капремонты уже заключены. Это означает, что 160 объектов из 250 показались подрядчикам привлекательными. Об этом говорили на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Народные избранники рассмотрели 8 вопросов. Все предложения администрации были поддержаны, но не единогласно. Вокруг каких объектов разгорелись споры, расскажет Александра Молодцова. 5 из 8 вопросов были посвящены внесению изменений в муниципальные программы. Одна из них – развитие транспортной системы. Пока перераспределяли деньги, возражений не было. Депутаты оживились, когда вспомнили об остановке, которой нет. Точнее, об остановочном павильоне. Народные избранники по просьбам жителей предлагали установить его на нечетной стороне улицы Бегичева, напротив детской поликлиники. Но муниципалитет отказал. Есть требования к павильонам, к расстоянию от стены здания, к выезду из дворов и в том месте, где именно делали запрос. На сегодняшний день установить невозможно. Это объяснение показалось депутатам каким-то уж очень казенным. И они предложили чиновникам подходить к решению подобных вопросов творчески. Когда вы готовите такие ответы, понятно, что мы спрашиваем напротив. Понятно, что напротив существует остановка возле квартирного дома. Пешеходная часть не позволяет там установить. Но второй запрос был – посмотрите в другом месте, действительно, перенести остановку. Начальник Норильска автодора пообещал подумать. А вот об изменениях в программу благоустройства думать больше не будут. Решение пришло во время мозгового штурма. Нужно сейчас взвешенное разумное решение принимать по освоению денег. Перераспределить нельзя оставить. Запятую в этом предложении депутаты ставили в разных местах. Одни предлагали не исключать территорию Михаличенко-6 из муниципальной программы 2019. Другие настаивали – 4,5 миллиона, заложенные на благоустройство этого пустыря, нужно перераспределить. Ведь проект победил в рейтинговом голосовании. На его преображение муниципалитет получит краевые и федеральные деньги. Оппоненты парировали – это как делить шкуру неубитого медведя. Бюджет края на 2020 год еще не сформирован. Но и медлить с принятием решения нельзя. Существующие деньги уже сейчас можно направить на другие проекты. Не нужно их замораживать. И правильно, что их нужно перераспределить на другие мероприятия. Сейчас, не принимая решения, мы предлагаем просто их заморозить. И не успеем ничего на них выполнить до конца года. Мнение депутата Виктора Цупко поддержал начальник управления городского хозяйства Константин Куприенко. Согласование с краем уже идет. Когда пойдет разделение финансирования, на эту территорию деньги будут выделены. А вот денег на ремонт канализации и сетей ТВС ждать неоткуда. Придется справляться своими силами. Причем откладывать решение вопроса дальше некуда. В начале года произошел ряд коммунальных аварий, когда жители оставались без света, без воды. И учитывая, что у нас ремонт коммунальной инфраструктуры осуществляется в основном за счет тарифов, МУПКОС, и небольшие деньги у нас за счет четырехстороннего соглашения, необходимо выполнить ряд работ, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию сетей. По самым скромным подсчетам, на ремонты нужно 74 миллиона рублей. Где их взять? Можно отказаться от некоторых мероприятий под программой капремонт общего имущества многоквартирных домов. Так, без свежевыкрашенных фасадов останутся Ленинградская 3, Школьная 3А и Енисейская 6. А это 20 миллионов. Еще чуть-чуть и набралось уже 76. На прохудившуюся канализацию систему ТВС хватит. Все отмененные ремонты перенесены на 2020 год. Александра Молодцова, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Не успели выдохнуть и снова завалило снег. Очистительная техника работает круглосуточно. Такое право дорожным службам дает краевой закон о тишине. Этим правом Норильске активно пользуются. Несмотря на все усилия дорожных служб, снега меньше не становится. Так что у северян выбор невелик – либо выспаться, либо утонуть в сугробах. С октября с улицы дорог вывезли уже 910 тысяч тонн. За порядком на автодороге Норильск, Лыкель, Среди, Туадис и остальные трассы и межквартальные проезды – зона ответственности компании «Лан Норильск». В первую очередь от снега очищают проезжую часть, посадочные площадки, на автобусных остановках, пешеходные переходы. Представители Норильска автодора заверяют – на все замечания жителей и перевозчиков реагируют оперативно. При обильном снегопаде должны обеспечить проезжим состояние тротуары и проезжую часть. Поэтому в это время производится патрульная очистка, формируются снежные валы, а потом они удаляются. После окончания снегопада, по нашим нормативам, валы снежные, которые сформированы, должны быть убраны в течение 9 суток. Мобильные снегопады привели к тому, что управлению городского хозяйства пришлось закрыть пешеходную галерею на улице Павлова. Конструкция, призванная защитить пешеходов от возможного падения элементов в здании номер 6 и 8, в любой момент может обрушиться на головы гаража. На крыше галереи огромная шапка снега. О том, что пешеходам придется искать отходные пути, информируют с помощью табличек и по справке автомат. В связи с неудовлетворительным состоянием пешеходной галереи на улице Павлова в районе домов номер 6 и номер 8, движение пешеходов будет осуществляться по тротуару на противоположной стороне улицы. Днем столбик термометра покажет от 14 до 16 градусов ниже нулевой отметки.